Всем привет, с вами АРАДИО, турнир иди... ой нет, нет, не стой, сегодня у нас не турнир иди... Оговорочка по Фрейду, да? Привычка! Сегодня лекция Эдуарда Юрченко, говорим мы сегодня про программу Азовского движения, программу партии Национальный корпус, и будем это делать больше в формате интервью, нежели лекции, потому что у меня будут, скорее всего, вопросы. И даже первый вопрос, с которым начну, программа, по сути, сама по себе военная больше, да? Нет, ни в коем случае. То есть, там очень мощный, хорошо продуманный блок по поводу обороны, обороноздатности страны. Однако, дело в том, что у нас разбираются самые-самые разнообразные вопросы, начиная от глубокой реформы науки и образования, их развития, заканчивая там культурной политикой, экономический блок неплохо прописан. Ну, разумеется, также немало уделено внимания и национальной безопасности, там и информационная безопасность имеется в виду, и некоторые элементы военной доктрины. Давай по военной части, смотри. У меня был вопрос по военной части. Ну, понятно, да, то, что надо там воевать, надо отстаивать свое и так далее, это все понятно для любого, в принципе, правого человека. Интересует другой вопрос. Контрактная армия, либо смешанная? Скажем так, речь идет, скорее, о смешанной армии, но что имеется в виду? Не смешанная в таком виде, как сейчас, а о том, что, с одной стороны, должны существовать профессиональная элитная основа армии, с другой стороны, хорошо развитое, ну, скажем так, ополчение подготовленных людей. В принципе, такая система работала во многих странах мира, скажем так, неплохо работала, да и сейчас во многом работает. Она вполне эффективна, потому что в случае, там, где надо действовать очень быстро, и речь идет о победе качества над количеством, лучше иметь не призывную армию, а профессионалов. Естественно, количество их в какой-то степени будет ограничено, профессиональных воинов. С другой стороны, если речь идет о, действительно, например, массовом иностранном вторжении, тогда нужно, опять-таки, быстро и эффективно разворачиваться. И для этого хорошо подходит реально подготовленное ополчение. Не так, как сейчас, что человек, который там оружие не держал в руках, его там призывают, еще там 48 часов призывают, за это время могут дважды столицу страны взять. Нет, речь идет о достаточно боеспособном, реальном, скажем так, территориальном резерве. Наши слушатели, вы можете задавать свои вопросы в чате, мы обязательно их озвучим, если неадекватно, и ответим на них. Что ты делаешь? Что ты там вот трогаешь, малышка? Не трогай, да. У меня вопросы есть по программе дальше. Смотри, вижу такой пункт, интересно, информационная безопасность страны. Да. Что по нему можешь рассказать? По информационной безопасности я бы выделил, вот тут оно уточняется, но дело в том, что я предпочел бы сейчас не цитировать полностью, а, скажем так, выделить три основных момента. Вот тут пунктика у нас, под пункта тут видим четыре, да? 100% интернет-покрытие, создание национальных и государственных операторов мобильной связи 4G, 5G, даже, то есть, работа на опережение 5G, отключить от российской мэрежи сети передачи данных, ввести новую процедуру лицензирования и контроля на СМИ. Но я бы сказал, вот эти вот пункты, это практическое пояснение к трем задачам, которые конкретно поэтому мы должны выполнить. Во-первых, это технологический прорыв, потому что, например, то же самое 100% покрытие интернетом играет очень большую роль с точки зрения развития... А я об этом говорю, ты в курсе, что это я начал этот пункт вообще педалировать, чтобы его включили в программу Азовского движения? Красавчик! Интернет в каждое сего, я мозги лечил нашему идеологическому руководству каждый день буквально, включить этот пункт. Очень правильный пункт, потому что это играет очень большую роль с точки зрения экономической, с точки зрения развития бизнеса, образования и так далее. Ну и самое главное, Украина, она все-таки более-менее сейчас востребована на Западе, как держава, в которой хорошие программисты. Да. Между прочим, индусы тоже, они пытаются конкурировать с нашими. А индусы, они конкурируют, причем ценой на некачество. Он сегодня, кстати, общался с одним программистом, который работает на аутсорсе на зарубежной компании. Он отзывался об индусах, как о говнокодерах, которые как таджики мало берут, но работают просто ужасно. И поэтому все-таки предпочитают из Украины брать программистов, по качеству, по крайней мере. Ну да, наши качественные. Тут есть один очень важный прикол. Дело в том, что у индусов это все не просто так. Они в свое время вкладывали очень большие бабки, чтобы по глухим селам создавать такие вот центры подготовки, где детишек бесплатно учили работать с компьютером. Потом все эти сельские детишки, которые туда в прямом смысле этого слова ходили босиком и в набедренных повязках, пошли в айтишники. Ну такие полутаджикские айтишники с экономической точки зрения. Это бешеные бабки, каждый из них потом кормит родное село. Ну то есть для... На самом деле произошло очень серьезное продвижение индийской экономики за счет того, что у них возникла вот эта айти-прослойка. Ну хреновая, не хреновая, ну это что же. Что-то. Так вот, это первый пункт действительно, то есть нам, плюс вспоминаем тоже наш пункт по поводу 4G, 5G, развитие национальной сети мобильных императоров. Все это вместе, вместе со стопроцентным покрытием интернетом можно охарактеризовать как мощный прорыв вперед в плане технологий. Кстати, да, кстати я присутствовал на конференции украинских операторов связи, как представитель радио, и там обсуждался вопрос покрытия 4G интернет, и основная проблема в том, что просто государство требует бабо, то есть хабар хочет все, хочет бабосики. И просто не дает нужный спектр сетей для этого, этим операторам. А на самом деле государство наоборот должно было бы это продвигать вперед, но тут в этом парадоксе состоит, что речь идет не о государстве, а о кучке упырей, которая его захватила и которую это государство гробит. Так и есть, то есть как бы проблемы по сути в реализации этой программы на самом деле нет, то есть казалось бы, сейчас живем в Украине, только недавно 3G вводится и думаем, а что за фигня, о чем мы такие отставы, да, о чем у нас 3G, в моих родных чебоксарах, там 4G интернет был, когда я туда уезжал, там сюда приезжаю, 3G интернет только водить начали, я так удивился поначалу, думал, нифига себе, ужасное отставание, да. Я думал, ну что за фигня такая, может быть там какие-то специалисты здесь беспонтовые, или что, оказывается, просто государство не хочет, вставляет кучу палок в колеса тем же провайдерам, например. Они бы самим как бы выгодно это сделать, но им не дают все. А по-хорошему должно было бы так, что, во-первых, полный режим содействия, то есть не то, что деньги не брать, а вообще бесплатно, а тем, кто, например, сейчас бы занялся продвижением того же 5G, которая пока что, насколько я знаю, вроде как концепт существует скорее, там на Западе Воле. Да, он есть на Востоке, кстати, он уже Китай-Япония. Уже появился, да? Да, там используют. Уже используют. Ну вот, а кто будет продвигать 5G, так кажется, на это деньги выделяло, какие-то налоговые льготы, там вообще освобождение от налогов на какое-то время. Вот так надо продвигать, правильно? Ну, в Германии, кстати, пример хороший, там, например, давали провайдерам какие-то льготы за то, что они просто подключали сёла, например. Ну вот. То есть подключаете сёла, все сёла делаете, покрываете, мы вам, знаете, пожалуйста, там новые какие-то фишки. То есть на нашей информационной безопасности это, во-первых, технологический прорыв, во-вторых, создание того, чтобы наши информационные сети были максимально независимы от внешних каких-то источников. И третье, ну, самое такое простое и понятное, это, конечно же, то, что у нас насчет системы лицензирования, чтобы не существовало СМИ, которые бы контролировались какими-то враждебными силами. А такие сейчас, к сожалению, существуют. То есть такие вот три в одном разноплановые вопросы об информационном пространстве отечественного, начиная с стопроцентного покрытия интернетом и заканчивая борьбой с антиукраинской пропагандой. Хорошо. Ну, видите, это продумано. С этим будем закончили. Давай перейдем к пункту украиноцентрично-золнечная политика, то есть внешняя политика Украины. Можешь вкратце вообще, какие приоритеты должны быть у Украины на внешней политике по программе Азова? Ну, во-первых, мы отталкиваемся, в принципе, от идеи украиноцентризма. То есть мы отталкиваемся от того, что Украина понад усе, и мы думаем про свои национальные интересы. Мы не думаем по поводу, а что скажут какие-то засранцы из Брюсселя, мы не думаем, ой, а Путин разозлиться, нападет. Мы не обращаем внимания на какие-то внешние, скажем так, силы, которые могут быть заинтересованы или не заинтересованы в наших действиях. Кроме, конечно же, тех случаев, когда конкретно, да, приходится как-то утрясать свои интересы в конфликте с другими. Или не в конфликте, а в сотрудничестве. То есть мы, в принципе, должны отказаться от идеи того, что над Украиной стоят какие-то более могущественные силы, которые за нее что-то будут решать. Потому что это абсолютно идиотская фантазия, она абсолютно ни хрена не сработала. Когда у нас отжимали Крым, даже вот наши трусливые руководители, они, в принципе, чуть было не отдали приказ стрелять. Потому что это было естественно. И такая идея еще с 90-х годов мелькала. Потому что думали, а что будем делать, если конкретно Российская Федерация понимать. И как вы думаете, почему не было приказа стрелять? А потому что евросоюзовцы, они боялись очень крупномасштабной войны в Европе. И они настаивали на том, что мы как-то договоримся, бла-бла-бла. То есть мы должны отказаться от того, что кто-то за нас что-то решает. В некоторых ситуациях, конечно, понятно, от нас могут что-то требовать. Мы можем требовать в ответ. Иногда мы можем столкнуться с более сильной страной. Намного более сильной. Я имею в виду не Российскую Федерацию, а кого-то серьезного типа штатов. Иногда, может быть, придется уступать. Но это должно быть все прагматично, обоснованно. А просто не на основе того, что мы кому-то там хотим понравиться. Или тем более, что мы сами отдались, так сказать, под власть какого-то там непонятного субъекта. Хорошо, но на самом деле, не знаю, смотрел это или нет, фильм «Слуга народа 2» получается. И там тоже интересный момент был в конце, что там вроде как фильм крутился вокруг того, что нужно было подписать там типа Западом какой-то договор, да, там типа о каких-то льготах, там евроинтеграции и так далее. И закончится тем, что там этот президент Зеленский послал нахер их, сказал, что мы не дадим Украину тут растаптывать экономически ради ваших там евроинтеграций, короче, там ваши угоды, они беспонтовые, все, и дыть и вы в дуб, он сказал там. Ну, то есть смысл в том, что идея Украиноцентризма, она уже как бы начинает более-менее в массы проникать. Так массы-то поняли, что нас хотят поиметь, а никто нам помогать не хочет. Это радует, да. Ну, как бы это просто факт. Кстати, выходит у меня следующий вопрос, он даже каверзный с точки зрения экономики, касается пункта в программе «Отношения с Российской Федерацией». Смотри, то есть такой интересный пункт, это разорвать с Россией все экономические отношения. А вот как насчет того, что Россия сейчас является одним из, скажем так, ключевых импортеров экспорта Украины? Ну, это на самом деле полный абсурд, потому что то, что через два года фактически ведущейся войны сохраняется такое положение, это очень опасно для государства. Я тебе могу бытовой пример простой привести. Знаешь, воюют двое соседи, получается, главы семейства воюют, а детишки с солью обменивают, потому что нету солью, как я врачу одного, а у другого там нет масла, например. Я, честно говоря, понимаю, что в каких-то особо экстремальных ситуациях, тогда, когда этого будут жестко требовать национальные интересы, возможно, скажем так, какие-то относительные компромиссы с врагом такого плана. Но я хочу подчеркнуть, во-первых, это ненормально, во-вторых, это возможно только в той ситуации, когда, грубо говоря, москалиноз держат за кадык, а мы их держим за яйца. Если мы дернем за яйца, Россия остается без яиц. Если он дернет за кадык, нам тоже трындец. И в этой ситуации, вот с такой позиции можно пытаться договариваться. А я тебе этот простой экономический вопрос задам. Окей, кому Украина будет пихать то, что она пихает Россию? Кому это еще нужно, кроме как отсталой стране, не типа России? Необходимо искать другие рынки по той простой причине, что в случае, если Россия нас завтра захочет удавить экономически, она просто сама разверет эти отношения, только это будет спланировано, это будет тогда, когда им это будет выгодно, это будет тогда, когда они минимизируют для себя минус. И это просто очень глупо. Согласен с тем, что нужно играть на опережение, как бы и раньше быть готовым к тому, что нужно разорвать экономические отношения, потому что они в принципе могут быть разорваны. Это неизбежно просто. Но надо понимать, что нужно аккуратно к этому подходить. Это вопрос практики. У нас есть экономисты, у нас есть специалисты, это все решаемо. У нас, я имею в виду, не обязательно в Азове, хотя у нас тоже есть такие люди. Но в Украине достаточно мощные есть экономические научные школы, в том числе и специалисты по международной экономике и по таким стрёмным ситуациям. Но нужно послушать, что они скажут. Самое главное, чтобы была политическая воля. Немножко от экономики вернемся к информационной безопасности, потому что есть вопрос из чата такой закономерный. Если государство авторитарное, то чем ее информационная безопасность будет отличаться от российской? Ну, понимаете ли, в чем дело. Мы не ставим себе задачу отличаться от Российской Федерации. Мы ставим себе задачу быть эффективными. Что до Российской Федерации, то я, к сожалению, вынужден признать, что вообще-то их пропаганда работает достаточно эффективно, между прочим. С информационной стороны они нас вообще-то побеждают, к сожалению. Нет, с пропагандой, да. Речь идет о информационной безопасности. То есть не будет ли такого типа Роскомзазор, который там блокирует сайты, потому что там кто-то написал Порошенко хуево, например, и все, там сайты сблокировали. Ну, дело в том, что я не думаю, что мы выберем такую тактику. Просто почему? Потому что она излишне привлекает внимание в негативном аспекте. Во-вторых, это порождает бюрократические структуры, которые должны будут за этим следить. Причем они будут, скорее всего, отрабатывать свой хлеб методами тупого административного контроля. В-третьих, это может быть неэффективно. Я думаю, гораздо лучше, это когда кто-то, например, написал, вот мы пришли к власти, кто-то написал что-то нехорошее про Белецкого. Я надеюсь, Андрей Евгеньевич будет главой государства. И да, есть один вариант заблокировать, взять за выступающие части тела и так далее. По методу Кадырова, да? Ну, есть метод Кадырова, есть вариант другой. Когда набежит, например, к нему 20 штук Белецкого ботов и будут ему рассказывать по поводу того, какой он мудак, из-за того, что не уважает Андрея Евгеньевича. Ну, я же говорю по методу Кадырова. Не, ну самое смешное, что это как раз фишки-то с тем, что у тех же Москалей есть проплаченные всякие персонажи, которые в интернете коммете отвечают и так далее. И парахоботы есть, между прочим, у нас порошенковские. И вот, в принципе, ну, это все неприятно, это грязная игра. Это не метод Кадырова, это метод интернет Кадырова, я понял. Метод Кадырова, это вживую взять его и вживую ему пояснить, как бы, она же пожат, ты имеешь в виду, через интернет пояснить, тогда ладно, окей, такой более демократичный подход. Я просто считаю, что такой более демократичный подход, он более эффективен с пропагандистской точки зрения. Потому что даже если это спланированная акция, то еще надо доказать, что это спланированная акция. Обычный человек, который не заворачивается, он искренне думает, что это не запланированная атака ботов каких-то, а действительно 20 человек сидит, возмущается. Во всяком случае, в Российской Федерации такая методика реально работает. Эффективно работает. Украина – основа Балто-Черноморского союза. То есть мы возвращаемся сейчас к внешней политике. Ну, что такое Балто-Черноморский союз, думаю, многие уже слышали. С чего собираетесь вы начать вообще, в принципе? Допустим, раз, прошло полгода, Азов и Вася, с чего будете начинать? Вообще, как вы будете продвигать? Балто-Черноморский союз? Да, как вы будете продвигать эту идею, как вы будете… А мы ее уже продвигаем. Я знаю, что уже продвигаете, но как вы будете уже выходить на руководителей… точнее, чем вы будете мотивировать руководителей нужных стран? Так мотивировано уже, вот в том-то и дело. Дело в том, что на уровне, даже когда была первая Балто-Черноморская конференция, первый форум, точнее сказать, там присутствовали дипломаты, например, из Польши и Венгрии. Сейчас готовится следующий форум, там будут присутствовать дипломаты еще нескольких стран. Дело в том, что в Балто-Черноморском союзе уже сейчас заинтересованы поляки, очень серьезно. Это как бы практически официальная позиция их руководства государственного. Заинтересованы венгры, ну, больше из-за того, что они сейчас как младшие партнеры поляков. Да, там свои нюансы, они тоже хищно смотрят в сторону нашего Закарпатья, но для Венгрии сейчас очень острая необходимость – это какие-то альтернативные к Евросоюзу союзники. Ну, поэтому они сейчас на поляков ориентируются, для поляков БЧС это вообще важно. Есть прибалты. Прибалты, конечно, ориентированы типа как проевросоюзовские и про натовские, из-за того, что очень боятся Россию. Но проблема в том, что как раз из-за всего этого беспредела в Украине прибалты, они как-то немножко начали эту тему просекать, что а вдруг их не будут защищать по-нормальному. И с этой точки зрения мощный военно-политический союз с той же Украиной и Польшей, он для Прибалтики очень привлекателен на самом деле. Балканские страны. В Хорватии сейчас самое правое правительство после 1945 года, кстати, в истории страны. У них тоже непростые отношения с Евросоюзом. По сути, вся Восточная Европа, она в той или иной степени заинтересована в создании своих восточноевропейских структур. Главные игроки тут поляки и украинцы. Поляки уже открыто хотят Балта Черноморского союза. Они об этом говорят. На уровне государственных руководителей. В то же время, что делают наши, точнее сказать, не наши, идиоты во власти? Когда несколько месяцев назад нам пытались провести гей-парад в Варшаве, в Польше же при власти консервативные католики, они вообще агрессивно относятся к этим всем ЛГБТ-движам. Наши дебилы, я не помню, это был то ли наш министр иностранных дел, то ли посол в Польше, официально заявили, что украинское правительство требует организацию гей-парада в Варшаве. Но они, видно, хотели подлизнуть Брюсселе, но Брюсселю-то пофиг, а поляки распсиховались на самом деле. То есть они комментировать не начали, но я знаю, скажем так, из инсайдерских источников, то, что была очень дерьмовая реакция в определенных кругах в Польше. То есть наше нынешнее руководство страны, они просто держат за кучку идиотов, причем неадекватных, с которыми нельзя иметь дело. Но тем не менее, они все равно заявляют, что Украина их союзника, хотят дружить. И их, например, военные дипломаты имеют большой интерес конкретно и к полку АЗОВ, и к нашей политической силе. И вот на форуме были представители, например, дипломатов. Я так понимаю, все идет к тому по внешней политике, что восточная Европа, даже сейчас трамповская США, скорее заинтересованы Белеском как в президенте, нежели в Порошенко. Ну да, естественно. Ну хорошо. Потому что по Порошенко он, наоборот, прыщ на заднице, извиняюсь за выражение. Он для тех же поляков проблема. Кстати, вот эти все типа поляки, ну они не типа, они действительно поляки, которых сейчас у нас пытаются совать во власть. Ну сам это был большой скандал, когда Бальцеровича хотели сунуть, это вообще была жесть. А кто это? Это бывший архитектор польских реформ, в результате которых там разорилось полстраны в свое время, его половина народа ненавидит, половина за... Фишка состоит в другом. Бальцерович это человек, который является врагом, не оппонентом, не политическим цивилизованным противником, а врагом нынешнего руководства польского государства. И мало того, он открыто заявляет, что надо Евросоюз ущемить нынешнюю Польшу, потому что там при власти ультраправые гады. То есть вы понимаете, что было бы, если бы этого урода сделали бы у нас премьера? Это бы означало прямой конфликт с Польшей, агрессивный, вплоть до каких-то экономических там, ну санкций, не санкций, но войн, специальных подстав, гадостей. Потому что вот представьте себе, что поляки бы сейчас, например, премьером сделали бы Януковича. И назвали бы это тем, что они интересуются украинским опытом джаватворения. Как бы это отобразилось на наших вообще межгосударственных отношениях? То есть вы понимаете, какие кретины у нас занимаются внешней политикой? Это же просто жесткий неадекват. Я понял, интересные люди. Что касается, окей, по Европе мы поняли, как в общем фоне, например, были бы отношения с правой Японией. Ты знаешь, правительство сейчас на 70% правое. Ну, конечно, хорошее. Хорошее, потому что у нас есть с ними объективные общие геополитические интересы. В глобализированном мире Япония уже не так уж далеко, она близко на самом деле. Правая Япония, ее интересы явно жестко расходятся с интересами Российской Федерации, во-первых. Во-вторых, она так же, как и Украина, заинтересована в некотором переформатировании общемирового порядка. В-третьих, потенциально правая Япония вряд ли сможет себя комфортно чувствовать рядом с подымающимся коммунистическим Китаем, который может превратиться в серьезную проблему для Европы в целом. Я тебе скажу, японские оппозиционеры, либералы, они имеют двойное гражданство Китая даже. Настолько там все интересно. Ну, а подозреваю японские права и вообще не в восторге от факта существования Китая. Ясное дело, да, там свои приколы. Но они поэтому соединничают США только против Китая, она думает, там, благодаря Трампу, может быть, они дружелебнее будут США. И вообще, мы так смотрим, все к тому идет, что мир требует правых перемен. Ну, кстати, отличная схема, может быть, которую можно реализовывать уже сейчас. Это, например... США, Япония, Балта, Черноморская. Да, да, отлично, отличная фишка. То есть, правая и восточная Европа, правые Штаты и правая Япония. Да. Ну, и на этом фоне... А, Британия, погоди, Британия, там же Brexit еще тоже. Ну, я думаю, она наверняка качнется в сторону правого блока. Ну, и все, ну, то есть, что там... Ну, а Евросоюз со своими леволибералами и Путин своим серпом и молотом на всю задницу, они, соответственно, будут против нас делать гадости, будет ось Москва, Москва, Брюссель. А, так сказать, союз брюссельских геев и кремлевских пидорасов. Кто его знает. Интересно, получается, геополитическая перспектива складывается. Немножко вернемся к экономике. Вижу пункт. Украинский эксперт должен превышать украинский импорт. Но это, в принципе, логичность экономической позиции. Потому государственная дипломатия должна работать на поддержку любого национального бизнеса во всех зарубежных рынках. Мне вот интересно, на какой именно бизнес, на какие иносферы желаете делать акцент вообще планируется. Тут как бы не расписано. Ну, это не расписано, потому что это может меняться в зависимости от конъюнктуры. Этим должны заниматься ученые, экономисты. Ну, я знаю, что сейчас, а, это военная промышленность, это сельхозпромышленность, это IT-технологии, ноутсорсинг во многом работает. То есть идет как бы прилив денег в Украину за счет этого. Но если бы местные дебилы еще налогами не обкладывали IT-сферу, на самом деле, такими, какими обкладывают, может быть, все было гораздо лучше. По-хорошему можно было бы, например, наоборот, IT-сфере сделать на 5 лет вообще налоговые каникулы. То есть вообще никаких налогов, да? Для чего? Для того, чтобы она резко стартанула вперед. Ну, что это же мощнейшая игра на технологическое и так далее опережение. А за 5 лет ввести им нормальный какой-то пониженный налог. Почему? Потому что это высокотехнологическая сфера бизнеса. И Украине максимально выгодно, чтобы, надо даже подужаться финансово, чтобы продвинуть это вперед. В идеале надо сделать Украину вообще меккой супертехнологии продвинутых. И, конечно же, информационных тоже. Я думаю, Дарт Вейдер вас поддержит, потому что, кто не знает, Дарт Вейдер на самом деле такой типочек, который в свое время занимался кардингом и утырил очень много бабосов из американских банков. Там с помощью интернетика и пальчиков своих. И его вроде как должен был посадить Интерпол. И как бы планируют его посадить. Но украинские депутаты, узнав, сколько он натырил, решили, что такой талант нужен самим. И дали мораторий на его выдачу, получается, Интерпол. Поэтому потом он стал Дарт Вейдером, организовал интернет-партию Украину свою. На бабосики американских, как бы, вкладчиков в банки американские. Ну и все, и нормально, как бы, поживает себе. И пункт следующий. Держава за активной участи. А, то есть государство должно участвовать в различных спецоперациях за рубежом, я так понимаю, для того, чтобы преследовать казнокрадов и других преступников, которые... Ну, разумеется, свое надо возвращать, во-первых. Во-вторых, восстанавливать справедливость. Хорошо. Это вообще отдельная фишка. Защита национальных интересов и наших граждан за рубежом. Потому что, например, в ситуации, когда где-то украинцев берут в заложники, или какие-то гребаные сомалийские пираты их, например, захватывают, у нас даже нет возможности туда послать наших головорезов и надрать им задницу. Это неправильно, мы должны быть готовы к такому. В Германии, кстати, создали вот в современном виде вот этот вот, забыл, как называется, спецназ армейский. Именно после того, как там в 90-каком-то году, по-моему, где-то захватили немецких заложников, а им правительство ничем не могло помочь. И проблему решали то ли американцы, то ли британцы, то ли французский иностранный легион. И вот вроде бы современная либералистическая Германия, но все равно они сразу создали спецподразделения, для того, чтобы немцы могли самостоятельно защищать своих людей. Но точно так же надо думать и об интересах. Если какой-то урод обворовал Украину и куда-то смылся, он все равно должен жить с чувством страха, во-первых. Во-вторых, бабки-то надо возвращать украденные страны как-то. И тут, я думаю, не нужно заморачиваться на то, чтобы все было частенько, гуманно и толерантно. Ну да, по израильскому старому доброму методу подработать получается. Да, евреи уже не стесняются, почему мы должны стесняться? Ну да, чем украинцы хуже евреи. Ну вот именно. Национальная полиция, пояснил. Что за... Ну ты вообще всю программу наизусть помнишь? Просто, может, я тебе какие-то вопросы по каким-то жестким пунктам задаю, которые ты не помнишь? Ну, скажем так, наизусть я всю программу не помню. Я помню ее основные пункты и помню, как нужно, зная общие принципы, на основании которых можно трактовать дословно. Поэтому... Ну мне интересно, за национальную и муниципальную полицию, в чем их будет разница? Так понимаю, то есть Азов хочет, ну, национальный корпус, изменить политическую систему, сделать еще дополнительную реформу, разделить полицию национальную и муниципальную. И в чем, ну, в чем, как бы, особенность будет, в чем фишка? Дело в том, что эта часть более широкой программы нашей децентрализации, выступаем за децентрализацию, но не за такую неадекватную, как это имеет место сейчас. Потому что сейчас под видом децентрализации фактически создают, закладывают основы для каких-то сепаратистских поползновений на региональном уровне. Мы выступаем за нечто другое. За то, чтобы на уровне громад, ну, общин, если говорить по-русски, на уровне общин, не больших, не регионов, а действительно небольших общин, там, где вполне возможно реальная демократия в традиционном смысле слова. То есть, речь идет о тысячах людей, чтобы там создавались свои бюджеты, создавались свои программы, люди учились зарабатывать деньги, решать вопросы, управлять собой сами. Ну, что государство, оно же не должно людей тягать за ручку, как маленького ребенка. Государство как раз заинтересовано в том, чтобы свои базовые проблемы люди могли решать более-менее самостоятельно. А государство к ним приходило на помощь, но в каких-то более экстренных ситуациях. Муниципальная полиция чем хороша? Она хороша тем, что ее структуру, штаты, финансирование и тому подобные моменты можно будет определенным образом изменять в зависимости от местных условий. Скажем так. Потому что может очень существенно оно отличаться, например, в каком-то покрытом лесами районе Западной Украины, где нелегальные вырубки леса происходят, а где, соответственно, нужно иметь полицейские структуры, способные действовать там, да? И, например, в каких-то индустриальных районах Восточной Украины, высокоиндустриализованных, типа того же... Ну, Донбасс, я уверен, мы вернем все-таки. Ну, или даже сейчас можно вспомнить тот же Западный Донбасс, это часть Днепровской области, ну, Днепропетровская она формально все еще называется. Тот же вот с центром в Павлограде, Западный Донбасс. Там вообще другая условия, там другие преступления чаще происходят, там другая структура населения, там другие социальные условия. То есть муниципальная полиция на уровне общин, она будет более гибко реагировать на вызовы. В то же время национальная полиция, она будет заниматься, скажем так, такими вопросами, которые важно держать под контролем общегосударственным. Окей, это да. И смотрю, следующий пункт интересный, это система справедливого суда. В чем будет судебная реформа Азова заключаться? Ну, дело в том, что несколько пунктов можно сразу отметить. Ну, во-первых, тотальная иллюстрация нынешнего судейского корпуса. Потому что, к сожалению, он дико коррумпирован. Неприятно это признавать, но это как раз тот случай, когда, знаете, как говорят, Господь жги, тут уже ничего не изменишь. Ну, к сожалению, сложилась такая ситуация. Во-вторых, необходимо создать ситуацию, когда судьи будут реально выборными. Потому что на данный момент они фактически являются такой замкнутой системой. С этой точки зрения местные судьи, например, должны выбираться голосованием всех жителей конкретно взятой общины. То есть, необходимо действительно демократически выбранных судей иметь. Во-вторых, принцип персональной ответственности судей. Мы вообще в целом в мировоззрительском плане выступаем за систему на всех пунктах лично ответственной, персонально ответственной, персонализированной власти. Когда права и обязанности являются уравновешенными. И поэтому судья, который является, как бы, чрезвычайно важной фигурой в реализации этой самой власти, он должен нести персональную ответственность, например, за неправосудные, несправедливые, неправомерные, вообще неадекватные решения. В том числе, например, личную финансовую ответственность. То есть, если он неадекватное решение принял даже по гражданскому процессу, но я молчу, если он засудил невинного человека, и явно, что он это сделал там за деньги, или подонка какого-то явно виноватого отпустил. Но даже если, например, он просто из-за своей неграмотности наделал дело во время гражданского процесса, причинил, скажем, человеку материальный ущерб, то платить должно не государство и налогоплательщик, а за это должен платить судья. Это справедливо, потому что если человек берет на себя какую-то долю власти, он должен нести ответственность. Разумеется, что все это должно дополняться судом присяжных. Причем речь идет о реальном суде присяжных, а не о, скажем так, той фигне, той пародии, которая, к сожалению, сейчас формально у нас его все вводят-водят, вводят-водят. Речь идет о существовании реально существующего органа, который оказывал бы принципиальное влияние на правосудие. Как показывает мировой опыт, суды присяжных действительно являются достаточно эффективными. А в Украине сейчас нет судов присяжных? Какая-то есть пародия, я вот сам сейчас интересуюсь этим вопросом. Формально есть, а фактически непонятно. Знаешь, что в России по особо тяжким преступлениям только суды присяжных есть. По политическим их нет, например, хотя по политическим они были бы как раз кстати, но в России, по крайней мере. Да и кстати, а что только по особо тяжким? Суды присяжных вообще все время должно быть. По самым разным вопросам. Я понимаю, что это непросто организовать, но в той же Америке, например, они достаточно распространены еще со старых времен. В Украине, я честно скажу, я сейчас точную ситуацию не знаю, у нас есть какая-то хитрая финча, что их фактически не существует, хотя формально они как бы должны быть. Может быть сейчас там в очередной раз что-то поменяли, но их пытаются ввести с 90-х годов. А в чем будет заключаться реформа системных покараний? Государственных наказаний? Да. Ну, принципы у нас очень простые. Во-первых, необходимо максимально разбустить петиционную систему, чтобы, грубо говоря, меньше людей сидело. Вообще, в случае, например, тех же имущественных преступлений гораздо выгоднее по максимуму карать, грубо говоря, рублем. То есть, расширение применения штрафных санкций, а также общественно полезных работ. Кроме того, в некоторых ситуациях, если у кого-то нет денег, он может отработать просто и так далее. С чем это связано? Это связано с тем, что, если, скажем, преступление не связано с какими-то насильственными действиями, с каким-то таким вот жестким неадекватом, в большинстве случаев тюремное заключение, оно, с одной стороны, ну, изоляция человека от общества жесткая, который не представляет собой опасности в повседневной жизни, то есть, он не имеет привычки кидаться на людей, там, решать вопросы при помощи насилия и так далее. Сомнительный вопрос, насколько полезно для общества, насколько для общества важно, чтобы этот человек был изолярован. Я тебе так скажу, как человек, который сидел. Я бывал, я тоже поднимал этот вопрос на зоне, в беседах с зэками, и абсолютно большинство высказывали за то, что лучше бы не срока давали, а, там, не знаю, плетью били, там, не знаю, руки бы отрубали, там, смертную казнь сделали, короче, там, наркобарыгам. Мне один наркобарыг говорил, что лучше бы вели смертную казнь наркобарыгам, тогда бы я точно не продавал наркотики. Так вот, кстати, если мы, кстати, посмотрим на опыт традиционного общества, там же тюрьмы в современном смысле по большому счету не было. Были всякие какие-то темницы, где, например, держали там пленных или до суда, или наоборот пока отпустят. Почему? Потому что на самом деле это же глупость полная. Во-первых, у людей там, честно говоря, может в не лучшую сторону просто измениться психика. Ну, так и происходит. Во-вторых, это выкармливание и поддержка криминальной вообще среды. Организованная преступность, она всегда корнем своим имеет специфическую культуру отношений между людьми, которые формируются в местах лишения свободы во многом. С точки зрения экономической это тоже неэффективно. Ну, грубо говоря, я понимаю, если человек склонен к хулиганству, кидается на людей, бьет им морды, хотя тут, наверное, лучше его было бы действительно не сажать, а, например, просто хорошенько высечь плетью. Типа тебе нравится делать больно другим людям и совершать по отношению к ним насилие, мы учи ним насилие над тобой. Ну, честно, справедливо, да, око за око как бы. Шариату, короче, нормально. Вот. Скажем так, разумеется, мы не утверждаем настолько революционные какие-то моменты, что вот типа при нас тюрьмы не будет. Но, скажем так... В программе этого не вижу, кстати. В программе вижу следующее. Минимизация наказаний, связанных с лишением свободы и заменой их на общественно полезные наказания. Например, исправительные общественные работы. Штрафы. Ну да, все нормально. А для особо тяжких преступлений, таких как государственная измена, или расхищение государственных коштев, государственных средств в особо крупных размерах, для чиновников высших рангов, то есть опять-таки люди, которые несут особую ответственность. Смертная казнь. Ну, скажем так, если народ поддержит. То есть мы инициируем общественное, как бы, оговорень, я думаю, это решение должно быть принято на референду. Будем ли легализовать оружие? Да, разумеется. Свободные люди имеют право на оружие. Кроме того, оружие, оно исполняет три очень важных функции в обществе. Во-первых, есть мировой опыт, который свидетельствует о том, что большое количество оружия на руках у добропорядочных граждан, оно радикально снижает преступность. В первую очередь, насильственную преступность. Во-вторых, при большом количестве оружия на руках у граждан, гораздо легче организовать то же самое вооруженное ополчение, в случае чего партизанское сопротивление. Скажем так, у потенциальных захватчиков будет в разы больше геморроя по контролю над нашими территориями. Это как бы тоже факт. Даже если какой-то особой партизанщины не будет, ну вот представьте себя на месте коменданта, например, вот напали москали, да, например, захватили там какую-то половину Харьковской области. И вот ты комендант, и ты знаешь, что походу в каждой второй семье парочка стволов. Но это же стрёмно. Даже если там население будет ватное или так далее, фиг его знает. Тут он тебе улыбается, кричит там, да здравствует Путин, а потом пошёл в лес и давай шмалять в спину. То есть большое количество оружия на руках, оно укрепляет обороноспособность страны. Третий важный пункт. Большое количество оружия на руках у людей делает невозможным тираническое правительство, которое будет совершать над людьми насилие. Честно скажу, да, мы выступаем за крепкую, сильную власть, но мы также сознаём, что власть не должна держаться на тирании и насилии. А власть должна опираться на поддержку своих граждан в первую очередь. И, между прочим, это реально. Кстати, вот если вспомнить опыт той же французской революции, интересный факт, что на защиту короля наиболее эффективно встали западные регионы, где как раз была более мощная система самоуправления, как это ни парадоксально, именно в силу архаичности этих регионов. Они как бы отсталые считались, феодальные. И поэтому там была слабее централизация совершённая при королевской власти. И там было мощное общинное самоуправление у крестьян. И также там было большое количество относительно оружия. Потому что было много охотников, потом, что любопытно, браконьеров, с которыми, кстати, королевская власть имела геморрой. Но когда короля убили, и начался весь этот беспредел, именно эти люди смогли организоваться и начать сопротивление. Как я понимаю, судя по всему, национальный корпус планирует сделать несколько степеней гражданства. Да. Объясни суть вообще, в чём они будут отличаться примерно. Ну, дело в том, что по поводу гражданства, это, так, сейчас сформулирую, уточню. У нас в самых общих чертах об этом сказано. В самых общих чертах об этом сказано, потому что есть разные модели многоуровневого гражданства. Суть состоит в том, что гражданство, оно не может быть одинаковым. Почему? Потому что оно накладывает определённые права и обязанности на человека. А права и обязанности у людей не может быть одинаковыми, потому что люди разные. Соответственно, я бы привёл две модели многоуровневого гражданства. Одна это прибалтийская, другая, например, та, которая существует в некоторых арабских странах, скажем, в Объединённых Арабских Эмиратах. Ну, прибалтийская, она общеизвестна. Там есть, как бы, граждане полноправные. И есть, например, грубо говоря, особый безгражданство. То есть, для того, чтобы быть гражданином, нужно, например, знать язык, нести некоторые обязанности. Ну, можно ещё добавить, например, присягу на верность стране. Кроме того, у нас предполагается, что такой человек должен быть готов, полноправный гражданин, готов поступить на государственную службу в случае необходимости. Ну, имеется в виду, в первую очередь, военную, но, разумеется, в специфической ситуации, если человек, например, инвалид, или там это, ну, какие-то другие ограничения, не обязательно инвалид, он может быть просто не быть готов к снесению службы с оружием в руках, ему могут предоставить другие какие-то обязанности. В любом случае, гражданин должен нести обязанность по защите своей страны и по службе ей. Если же человек не готов на себя это взвалить, тогда его права политически некоторым образом ограничиваются, и на него накладываются дополнительные налоги, например, по содержанию армии. Вот такой типичный пример. Кстати, я вот сейчас вспоминал об опыте некоторых арабских государств, у них там вообще, по-моему, около 10 разновидностей паспортов, в зависимости от того, какие права и обязанности есть у человека. То есть, например, у них представители высших аристократических семей, родственники правящих шейхов, ну, фактически королевских семейств, имеют там одни паспорты. А, скажем, бывшие рабы, которых освободили там аж в 1967 году, ну, совсем другие, но при этом там уравновешиваются права и обязанности, как бы. То есть, лиц, которые занимают более низкое место в иерархии общественной, там, ну, скажем так, меньше спрос. Ну, это, это, сразу хочу уточнить, мы такого не предлагаем, это излишне радикальный такой пример, да, но вот сейчас в мире происходит и такое. А если просто посмотреть, то, скажем так, мы ориентируемся на идею, скажем так, многоуровневого гражданства по образу Прибалтики, а отчасти по тому, которое описано в таком фантастическом произведении, как «Звездный десант», где, например, те, что шли на военную службу, в результате получали полноценное полноправное гражданство. При этом, если посмотреть, я не помню, как в фильме, но в самой книге есть целая цитата, развернутая, где говорится о том, что даже если человек, например, там, какой-то слепо-глухо-немой, но он жаждет поступить на военную службу и готов в случае чего жертвовать своей жизнью во имя Отечества и так далее и тому подобное, то для него все равно найдут то место на службе, где он сможет при своих ограниченных возможностях что-то там себе реализовать. То есть тут надо уточнить, что это вовсе не означает, что, если, например, человек не прошел медкомиссию, то все трындец, ты там не получишь гражданство. Ну, как раз речь идет о совсем другом. Речь идет о том, что гражданин, для того, чтобы иметь права, он должен быть готов на себя взорвать обязанности. Да, даже в Азове, там, например, приходили какие-то старички, которых уже в СУ не брали всего возраста, даже в Азове для них находили место, как бы, и они там проносили большую пользу. Ну, разумеется. Разумеется. То есть, как бы, все люди могут быть полезны. Интересный пункт про ведение электронного правительства, дебюргандизация державных структур, как называется. Ну, абсолютно верный, так сказать, подход, потому что надо понимать то, что сейчас при помощи электронных информационных технологий можно реально победить неприятные нюансы, связанные с бюрократизацией. Просто есть инструмент, есть технологический инструмент для этого, и, разумеется, по максимуму мы это будем вводить, потому что для нас очень важно, чтобы сама государственная машина, особенно в ее взаимоотношениях с людьми, работала максимально четко, быстро, эффективно, с минимальными какими-то затратами времени и усилий и со стороны государства, и со стороны людей. Разумеется, что технологические фишки сейчас современные для этого открывают очень серьезные возможности. Да, например, в той же Эстонии давно уже такую тему повозили, и там, ну, им просто повезло, что президент-программист, который все эти пределы придумал, проводил, как бы, и она одна из самых разных сфер интернета стран мира, потому что после Кореи, если не ошибаюсь, и сегодня какая-то страна. Ну, значит, вот вообще отлично. Можно брать, то есть, готовый опыт и его, так сказать, впровадживать в Украине. А можно прямо сюда приглашать, там, типа, как консультантов, которые будут помогать себе это организовывать. Ну, да. Широкое самоуправление на местах. Собственно, этот вопрос уже сегодня поднимал, потому что речь идет о том, что, опять-таки, если мы хотим получить ответственных и патриотичных граждан, то у этих людей необходимо в первую очередь вылечить вот эту совковую беспомощность и инфантильность. Во многом ситуация-то с Донбассом почему возникла? Потому что люди там сидели в большинстве... Да, были проукраинцы, которые вышли, которые были фактически кинуты на расправу, они пострадали, эти люди молодцы, реально герои и мученики. Но кроме проукраинского меньшинства и кроме ватников, которые их атаковало, было гигантское количество людей, которые просто сидели на заднице и ждали, чем все закончится. Ничем хорошим это не закончилось. Почему? Да потому что люди, к сожалению, у нас не приучены решать самостоятельно свои проблемы. И местное самоуправление, оно предполагает то, что громады, ну, как говорится, на украинские общины, желательно самого минимального уровня, это могут быть на уровне квартала, на уровне улицы, на уровне микрорайона, ну, на уровне села, разумеется. Они должны на себя взять значительную часть полномочий и реально их решать на месте. По-научному это называется принцип субсидиарности. В чем состоит его суть? Суть состоит в том, что любая проблема должна решаться на минимальном иерархическом уровне, на котором она может быть решена. То, что может решить семья. Семья должна решать самостоятельно, без вмешательства соседей. То, что семья решить не может, потому что, ну, не знаю, у них дом, например, сгорел, им реально нужна помощь, просто как-то отдышаться, прийти в себя, дом отремонтировать. Логично, чтобы тут им помогла громада. То есть, у людей сгорел дом, другие односельчане помогли его отстроить, например, и так далее. То, что может решить громада, она должна решать сама, например, из, грубо говоря, уровня, ну, не знаю, как мы это будем называть, но, грубо говоря, префектуры, то, что сейчас район называется, к ним влазить не должны. И так далее, и так далее, и так далее. В идеале центральное государство должно заниматься вопросами дипломатии, обороны, науки и образования, в таком высшем понимании этого слова. И, разумеется, разными стратегическими проектами, серии, там, не знаю, ведения альтернативной энергетики, суперпрорывные технологические инвестиции, большой адронный коллайдер. Я читаю, крупный пункт, экологичная политика Украины. Да. Что про него можно сказать, про экологическую политику? Так, ну, тут вот прямым текстом написано, вот, например, держава создает единый реестр геологической и геофизической информации, единое государственное кадарство природных ресурсов и памятников природы. Соответственно, дальше там, ну, коротко скажу, чтобы не цитировать, происходит, так можно наверх, чтобы это, вот, происходит, соответственно, районирование территории Украины, то есть, для начала мы просто, грубо говоря, проводим, ну, если так сказать, инвентаризацию наших природных богатств, смотрим, что у нас где есть и как его нужно защищать. Потом мы это защищаем, скажем так. Потом, вот у нас, например, на практике покажу, там есть отдельный пункт по Днепру, можно чуть наверх. Проваджуется программа регенерации Днепра. Также по стране вводится программа сохранения и регенерации малых речек и водоемов. Объясняю, о чем идет речь. Вот сейчас Днепр, для Украины конкретно Днепр обладает колоссальной ролью, потому что, ну, по сути, это главная река страны для нас, ну, не в символическом смысле, как Волга для России, а и в экономическом, и экологическом, и дофига-дофига нюансов. Так вот, Днепр сейчас дико загажен. К чему это приводит? Это приводит к тому, что это, во-первых, негативно влияет на сельское хозяйство, во-вторых, это негативно влияет на здоровье людей, в-третьих, Днепр сам по себе – это речка, которая может приносить колоссальные деньги за счет именно грамотно поставленного там промышленного рыболовства. В Днепре, вообще-то, еще в начале 20-го века плавали осетры. Между прочим, на том же Южном Каспии, где браконьеры в прижатом состоянии, Иран имеет неплохие деньги именно с осетровых. Это у них источник дохода общегосударственного значения. Украина могла бы, если бы Днепр не был загажен, там разводить осетровых. Кто не в курсе, скажу, что осетровые очень болезненно реагируют на загрязнение среды окружающей, и поэтому они не могут существовать в таких условиях. Хочу сразу сказать, что, во-первых, это означает здоровье для населения, а во-вторых, это очень большие бабки. Очень большие бабки. На самом деле, тот же Днепр, осетры – это такой экстремальный пример, это очень дорого, очень наворочено, и действительно нужна очень чистая вода. У нас сейчас дохнет даже нормальная такая рыба, вроде бы недорогая, но по большому счету Днепр может кормить две таких страны, как Украина, если он будет чистым. Соответственно, то есть можно мощное создавать промышленное рыболовство. В общем, есть смысл в это вкладывать деньги. Да, оно реально отбивается. Оно рентабельно. Окей, я смотрю, будет даже запрещено Дехантерство. Я так понимаю, Гринвайн фронт тоже привожу руку к программе национального корпуса. Ну, дело в том, что, как тут верно сказано, Дехантерство и подобные ганебнеявыща, то есть позорные явления, противоречат уставившимся в европейской культуре основам отношения к живым существам. Вот. Другой вопрос, то, что, конечно, проблему бездомных животных будем как-то решать, но в целом при помощи каких-то более гуманных и адекватных методов. Кстати, между прочим, те же Дехантеры систематически утверждают, что по системе, скажем так, стерилизации бездомных собак, ну, что это неэффективно. Ну, я вот сам знаю просто, что сейчас в Киеве, и наблюдаю, в Киеве намного уменьшилось количество бездомных собак, именно за счет проведения мероприятий по их стерилизации. То есть оно действительно работает на самом деле. И схоже утверждают мои знакомые, например, кинологи, включая, скажем, моего кума, профессионально разбираются в проблеме. Ну, окей, у нас так остается еще буквально 10 минут, сейчас думаю, вопросы там здорового образа жизни, там, военной политики, там. Ну, смысла нет, надо сказать, там, развитие науки, это все понятно, как бы. Ну, будем инвестировать, естественно, в науке, в технологии, в прорыв вперед. О, новая религиозная политика, интересно, что там у нас такое? Что здесь нового, интересно? Так, ну, смотрите, тут самая наша главная фишка, скажем так, интересная, собственно, которую можно выделить, и которая только у нас присутствует в программе, это то, что создание системы конкордатов между государством и религиозными объединениями, что позволит государству наиболее оптимально и дифференцированно подходить к отношениям с теми или другими конфессиями в зависимости от государственно-национальных интересов. Что имеется в виду? Система конкордатов, на самом деле, действует во многих странах мира. Суть состоит в том, что есть, например, определенная религиозная конфессия, которая подписывает договор со страной, с государством, с определенными взаимными обязательствами, что государство сотрудничает с ними в таких-то, таких-то вопросах, а в таких-то, таких-то вопросах они сотрудничают с государством. Тут учитывается, разумеется, степень влияния конфессии на общество, и кроме того, что самое интересное, то, насколько она вообще-то как бы является лояльной, адекватной и тому подобное. Привожу пример, как это работает. Например, вот в такой стране, как Италия, там подавляющее большинство населения католики. У них есть конкордат с католической церковью. Одним из его пунктов является то, что в государственных школах государство обязуется обеспечивать религиозное воспитание по желанию родителей. То есть, непринудительно. Это не уроки православной этики, которые там для всех, например. И вообще-то не уроки этики. Это так и называется. Изучение католической религии для тех детей, родители которых так хотят. Почему? Потому что католики платят тоже налоги, да? И вместо того, чтобы они как-то там геморроялись и создавали какую-то альтернативную систему школ, церковь, государство, представленное министерством образования и так далее, и общество сотрудничают. Потому что большинство итальянцев хочет, чтобы их дети изучали религию. Соответственно, государство им в этом помогает. Кроме того, схожие права есть еще у некоторых конфессий. Там традиционные протестанты и так далее. По сути, у них те же права, что у католиков, но практически им сложнее это реализовывать, потому что у них просто кадров в Италии не хватает. В то же время ряд конфессий, например, свидетелей иеговы, даже если все родители в какой-то школе будут требовать, чтобы там ввели изучение иеговизма, им откажут. Почему? А потому что иеговисты, они занимают неадекватную позицию по отношению к государству. Они нелояльны, они пытаются себя противопоставлять государственной власти. Они принципиально отказываются служить в армии, они создают проблемы. То есть, соответственно, в случае с иеговистами, государство не заинтересовано в том, чтобы они каким-то образом влияли на людей. Оно заинтересовано в их максимальном вытеснении из общественной сферы. В случае с католиками ситуация скорее противоположная, потому что такие традиционные христианские конфессии, как католическая, православная, они, в принципе, всегда проповедовали идеи патриотизма, лояльности и так далее. Тут важный момент у нас в Украине есть. У нас же не единое православие. У нас есть, скажем, московский патриархат и киевский. И при помощи конкордатной системы можно создать такие условия, когда, например, московскому патриархату будет невыгодно оставаться московским патриархатом. Ну, скажем, можно, скажем, тем конфессиям, которые угодны государству, можно создавать более лояльные условия для получения, скажем, земельных участков под строительство храмов, для проведения каких-то социальных программ, возможно, совместными инвестициями государственными и общественными. Для... да куча всяких нюансов, может быть. То есть, это может быть мощный стимул для влияния на религиозную жизнь. Скажем просто, конкордатная система предполагает то, что государство дружит с теми, кто хочет дружить с государством, и создает не самые позитивные условия для тех, кто с ним дружить не хочет. По-моему, абсолютно прагматичный подход, построенный на здравом смысле. И который, что любопытно, сейчас действует даже в большинстве стран Европы. Я знаю, в Австрии конкордатная система, нечто похожее есть, кстати, в Германии. Ну, Италию я уже вспоминал. Собственно, это нормальная цивилизованная система существования светского государства. Не секулярного, где религию вообще пытаются вытеснять. А именно светского, который является нейтральным по отношению к верующим, неверующим. Но верующим, соответственно, оно с ними взаимодействует. Взаимодействует на взаимовыгодных условиях. Для Украины это, на самом деле, очень болезненный вопрос. Потому что именно из-за того, что государство туда или не вмешивается, или вмешивается грубо, у нас и возникают всякие проблемы, типа всяких там проповедников русского мира в московском патриархате. Или возникновение всяких тоталитарных деструктивных сект, которые реально угрожают просто общественной безопасности. Окей. Я смотрю интересный пункт. В пункте, точнее, момент, в пункте поддержки семьи. Я вижу то, что здесь материальная допомога. То есть, материальной помощи будут лишаться семьи наркоторговцев, наркоманов, алкоголиков и так далее. Чтобы они, я так понимаю, не были простимулированы плодить детей. Но при этом увеличена будет материальная помощь здоровым семьям, я так понимаю. Ну да. Более того, особенно будут выделяться семьи, которые выполняют общественно полезные функции разнообразные, особые. Ну, скажем, семьи военных или семьи ученых. Для них будет создана особая система льгот и доплат. Ну, вот смотрите, тут еще есть какой момент. Дело в том, что фактом является, вот просто в демографическом положении, в самых разных обществах, очень часто более образованные семьи, они имеют меньше детей. Почему? Я хочу сразу сказать, что я как раз поддерживаю многодетность. Но это связано с тем, что, скажем так, образованные люди, которые более, скажем так, склонны к планированию на будущее, на инвестиции в своего ребенка, какое он получит образование, как он будет развиваться, в какую секцию он будет ходить, в какой университет мы будем поступать, они, соответственно, сталкиваются с проблемой того, что профинансировать, грубо говоря, и спланировать двух-трех детей для них очень сложно. Они концентрируются на том, чтобы был один ребенок, но он имел все. Вроде бы неплохо, но есть маленькая проблема, родители это дворя, и ребенок один. Соответственно, как раз те семьи, где дети получают оптимальное воспитание, где очень серьезный подход к ним, к формированию их будущего, они остаются малодетными. Но это как бы нехорошо, с этим нужно бороться. Соответственно, как раз социально успешные семьи, которые, тем не менее, не являются супербогатыми, ну, например, понимаете, семья профессора даже с хорошей зарплатой, он, как правило, имеет меньше денег, чем семья бизнесмена, например, да? Но он является социально успешным, полезным для общества, он сам воспитывает своих детей, передает им какие-то знания. В таком случае, рационально было бы помогать таким семьям отдельно, ну, например, через систему каких-то корпоративных доплат. Скажем, чтобы был фонд, ну, в том же Министерстве образования, или, если речь идет об офицерских семьях, в Министерстве обороны специальный фонд для подогрева именно детишек, вот, своих, ну, сотрудников, людей, которые находятся на такой службе. В случае же с неадекватными социальными элементами, то там действительно не нужно поощрять размножение. Просто-напросто. То есть, скажем так, это программа такой мягкой, мягкого влияния на улучшение социально-культурных показателей населения. Окей, давай, закончили, в принципе, по программе, уже везде, ну, основные пункты самые интересные выделил, и пробежимся так немножко по вопросам из чата, там, политика по отношению к цыганам. Ну, политика по отношению к цыганам, какие именно имеются в виду цыгане? Цыгане, которые приехали к нам посмотреть на красоты Киева по туристической визе, уехали, цыгане, которые... Да, позвати ручку, да, там... Да, цыгане, которые ведут, скажем, какой-то социальный образ жизни, создают этнические группировки, это совсем другое. Таких вообще не должно быть, как социального явления. Цыгане, которые, цыгане по национальности, ну, они просто живут в квартире, живут, как все обычные люди, да, там, платят налоги, ходят на работу. Это третий вопрос. Такие есть? Ну, кстати, есть, но их мало, в основном это представители интеллигенции, которые вырвались из тавора просто. Скажем так, я так понимаю, в первую очередь имеются в виду именно те элементы ромского этноса, которые ведут асоциальный образ жизни. Такие нам не нужны, собственно, нам и вообще не нужны асоциальные элементы. Поэтому будем каким-то образом предпринимать усилия по тому, чтобы они, например, отправились в более толерантные страны. Хочу подчеркнуть, что я сейчас не разжигаю ни в коем случае, я имею в виду именно, скажем так, асоциальное поведение, а не форму черепа, там, или фамилию. Ну да, ну, Эдуард же у нас представитель партии все-таки. Это я вот не в партии, я могу, что хочу говорить на самом деле. Что хочу, то и говорю. Насколько Эдуард оценит перспективы национального корпуса на ближайших выборах в 2019-м? Ну, дело в том, что многое зависит от, во-первых, того, будут ли эти выборы в 2019-м. Выборы могут быть и в 2018-м, и в 2017-м, на самом деле. Почему? Потому что в Украине сейчас абсолютно идиотская, уникальная ситуация, когда, с одной стороны, выборы жестко необходимы, потому что население ненавидит нынешнюю власть массово, она нелегитимна фактически. Я имею в виду не юридическую, а фактическую легитимность, потому что никогда больше 90% населения ее не поддерживает, но это же вообще жесть, то есть это не представители народа, с одной стороны. С другой стороны, никто из политических сил не заинтересован в перевыборах. В ней частично только заинтересован, например, оппозиционный блок. Поэтому ситуация парадоксальная. Не проводить выборы нельзя, проводить выборы тоже нельзя. Я думаю, что рано или поздно произойдет какая-то встряска, какой-то политический кризис. Вполне вероятно, что будет уже в 2017-м году. Если все-таки выборы действительно будут в 2019-м, то я очень позитивно оцениваю перспективы партии «Национальный корпус». Почему? Потому что мы только сейчас вышли на политическую арену, и сама наша, скажем так, стилистика работы, наши методы работы, они более эффективны в долгосрочной перспективе. У нас, в отличие от олигархических партий, например, нет контроля над телеканалами или армией каких-то там ботов. Но у нас есть нечто другое. У нас абсолютно живая, идеологически мотивированная структура. Я достаточно хорошо в этом ориентируюсь, потому что постоянно совершаю поездки по Украине, которая реально работает с людьми, совершает какие-то инициативы на месте. И у нас программа, которую можно предложить людям. Поэтому, если у нас будет время, мы хорошо подготовимся и можем уверенно пройти в парламент. Окей, и давай последние три вопроса задаю, но очень на коротке отвечаю. Да, хорошо. Что случится с Украиной, если Трамп признает Крым и прекратит военную поддержку Украины? А военной поддержки Украины нету в нормальном смысле этого слова. Финансовая поддержка? Ну, будет у наших дураков стимул самим подумать про себя. Правильно. Как считаешь, будет ли Путин после Крыма отжимать северный Казахстан? Очень вероятный сценарий. Кроме того, я еще хотел бы вспомнить о том, что вполне возможна агрессия против Прибалтики уже в ближайшие месяцы. Окей, а увидишь ли ты из Украины, если к власти придут оппозиционный блок? Про кремлевские политики. Я буду сопротивляться и останусь в Украине, я же в ней остался, когда при власти был Янукович. Не, ну разумеется, если будет вопрос такой, что или по-глупому погибнуть и ничего не сделать, или смыться и там попытаться бороться. Ну, сваливаем в Польшу, а там мутим сопротивление, короче, там... Ну, вообще я никуда уезжать не собираюсь. Польский сектор какой-нибудь там, ну, мутим, короче, бандеровское движение в Польше, но против, против этот... не против Польши теперь. Ну, у нас исторический прецедент был, кстати. Украина-Польско-Советская война, то есть как раз когда была битва за Варшаву. Там же украинцы перед этим воевали с поляками, а потом с ними резко договорились против большевиков. Да-да, там, короче, такое. Ну, все, будем на это заканчивать, друзья, прогоносирую эфир. В следующий суббот у нас интереснейшие дебаты между социал-анархистом и капитал-анархокапиталистом, точнее, из Мукачево. Оба они из Мукачево, как-то лично не знакомы, не знаю почему. В следующее воскресенье у нас эфир с японским правом, который будет там рассказывать про японское правое движение, которое состоит там в правительственной японской правой организации. Ну и в дальнейшем там еще будут другие интересные эфиры, там еще пообсуждаем с Юрченко, что-то там интересное будет, лекции Железного нас ждут в будущем, Юрченко и других замечательных людей. Все, друзья, на этом. Спасибо за внимание, друзья. Да, все, спасибо, до новых встреч.